Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопрос 2436». «Встречали ли вы что-нибудь новое в печати о необходимости воевать с врагами Отечества?» Отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. Неистекаемый источник, бездна и тьма. Столько везде и всюду новых материалов на эту тему. Но все они основаны на плотской мудрости и хитрости. Ни слова нет евангельского, ни Духа Христова. Хотя иногда даже приводят места Писания. Пока говорят они только от себя, то еще можно подумать, что просто неверующие люди. И так они мыслят и имеют на это право в свободе. Но как только увидишь чье-то благословение на таких материалах, да еще сдобренное местом Писания, так сразу и видны рога и копыта. Не просто безбожники, а лютые волки, влекущие простодушных на бойню и на погибель душ. Вот опять принесли мне княжонку «Воскресни Русь» о патриотизме, достоинстве русского человека и православном понимании войны. Даниловский благовестник, Москва, 2001 год, 128 страниц, 20 тысяч экземпляров по благословению патриарха Алексия II. Цитировать из этой книжонки невозможно. Настолько она не евангельским духом дышит. Просто чуть вообразите, что эта книжица попала апостолу Павлу, когда было ему всего-то 45 лет. Не мог бы он иначе говорить ныне, как говорил и писал в таком духе. Говорил, писал в таком же возрасте, когда был уже апостолом и гражданином Рима. Почему же ни один апостол не ратовал за освобождение родной иудеи, а захватчиков римских или польских, татарских или немецких? Девять лет убивали афганцев, а царствуют там ныне американцы. Кто же ответит за убитых и покалеченных? Что же молчат, попы, не гремят кадилами там, где разбойничали советские наркоманы-офицеры? Пусть попросятся туда, и там и спросят прощения у убитых и искалеченных афганцев, чеченцев. Как эти авторы вели бы себя, родись они в Германии или Америке, имея гражданство, но сегодняшние же сердца и головы. Ведь с такой же лихостью поддерживали и тамошние режимы, и свободы, в кавычках, наши, животолюбцы, презренные. Соборный колокол последний бой пробил, разоблачен народу мерзкий идол. Святую Русь Господь так возлюбил, и так же сатана возненавидел. Нина Карташова Непонятно только, где и что за идол уже разоблачен, и в каком виде ненависть сатаны к Руси. Не в этой ли брошюрке? Согласно статей в книжице, главные враги – это люди, которые понимают Евангелие не так, как благословили их понимать. Камилавки и куколь. Мы их главные враги. И есть, и нас. Они будут убивать, эти защитники наши. Луки 21, глава 18 стих. Но и волос с головы вашей не пропадет. Притча 16, 7. Когда Господу угодно пути человека, Он и врагов его примеряет с ним. В нашей книге к истинному православию, в главе «А я говорю вам, любите врагов ваших», отвечено, согласно Нового Завета, на все военные вопросы. В тот день страшный день, когда ушел от нас. Заступник наш, когда сердца сжимались. Когда оказалось, даже день погас от горя и отчаянной печали. Мы шли толпою кельи и его, не понимая, ничего не видя. И было на душе так смутно и темно. На этой краткой первой панихиде. Когда пройдем, назначен нам срок. Когда поймем, что есть иные дали. Прекрасней наших жизненных дорог, где мы боролись, верили, мечтали. Когда пойдем, что злоба и вражда, как цепи для души, как узнику оковы. И свет любви, как яркая звезда, нам озарит пути дороги новой. И пролистав синодик брежних битв, мы зачеркнем его, уйдя к иным пределам. К пределам радости, прощения и молитв. Все до конца поняв, чем сердце отболело. Ольга Скопиченко Продолжение следует...